Эти фотографии – рассказ о мечте, о жизни в гармонии с природой, о французской девушке, которая отважилась совершить дерзкое путешествие, завершившееся на берегах реки Бекин в Приморском крае. Я была в пути, приехала на велосипеде, спустя полтора года путешествия. Мы искали тогда нетронтый тайга и общение с коренними народами. И я и осталась, потому что я и находила много, могла в этом среде свои мечты осуществлять, то есть иметь какой-то опыт в тайге, именно жизненный. Не зарабатывать деньги этим, не туризмом заниматься, даже не научным работой исполнять, а действительно жить. В дельте реки Бекин Марилия стала членом удыгейского рода, женой охотника, матерью. Живя в селе Уланга, она вела дневники и писала письма на родину. После гибели мужа Петит вернулась во Францию, где сейчас рассказывает о приморской природе и народе удыге. Я рассказываю, какие ощущения действительно в этой природе можно иметь, сливаться с этой природой, гармонии с этой природой, ценности, которые я там находила. И в самом деле тоже рассказываю о исчезании одного народа и одного взгляда и отношения с природой. Посетители выставки увидят фотоальбомы с авторскими снимками, письма Марилии и бабушке во Францию, предметы быта, карту Евразии с нанесенным маршрутом путешествия. Экспозиция в доме путешественника Арсеньева не случайна, ведь именно созданные им образы тайги и ее обитателей позвали в дорогу Марилию Петит и многих других путешественников. Олег Завьялов, Дмитрий Бломестнов, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.